Новосибирск Сегодня мы решили обсудить такую тему, она живая, она интересная, ее обсуждают на политических блогах. Это визит товарища Кургиняна в Донецкую новообразовавшуюся республику, его выступления, его призывы и все обсуждения, которые на фоне этого возникают. Ну и также на фоне этого, какие темы возникнут по ходу, мы с Сергеем обсудим. Я координатор Новосибирского отделения изборского клуба Евгений Петренев и Сергей Ивашенко, он уже с нас выступал тут. И это человек, которого я бы представил немного так, может быть даже человек украинского такого мировоззрения. Ну да, председатель правления фонда, просветительского фонда КСУ в Сибири, Культурно-просветительского фонда КСУ в Сибири, Ивашенко Сергей Алексеевич. Поэтому тема для дискуссии у нас, видимо, будет. Мы ее обсудим, эту тему, с двух сторон. И попробуем найти какие-то такие точки, которые могут что-то нам пояснить. Ну, я открою эту тему, пожалуй, и расскажу, в чем смысл. Хотя люди, которые следят за политическими событиями, прекрасно знают, но я все-таки повторюсь. Сергей Иванович Курдинян посетил, приехал в Донецкую Республику и выступил очень резко, очень грубо против действий министра, не министра, а, как называется, верховного командующего сил Донецкой Республики Сергея Ивановича Стрелкова по поводу того, что добровольческие войска оставили Славянск и ушли в Донецк для того, чтобы сохранить живую силу, для того, чтобы объединить войска. Вот, и Сергей Иванович в своем выступлении бросил несколько обвинений, таких очень громких. И, по сути, сказать, что-то не обвинив, предать. Я не буду давать оценки, я просто расскажу, в чем эти объявления состоят. Во-первых, то, что Игорь Стрелков оставил Славянск, и перед этим якобы, ну, не якобы, а так и было в выступлениях Стрелкова, что он говорил, выступал, что мы будем защищать, что мы будем там оставаться, и кто надо будет умирать. Это было, это да, в этих выступлениях. И Пургинян сказал, а что вы, типа, там не умерли, зачем вы оттуда ушли, а там не погибли. Очень странное объявление, хотя бы потому, что Стрелков в своих выступлениях очень холодно, очень четко, разумно. Перед этим довольно продолжительное время говорил, что в случае, если то-то, то-то и то-то, если не окажутся такие-то действия, то мы Славянск не удержим. Не удержим. Он это говорил, и он предрекал это еще заранее, не на начало июня и так далее, но они продержались до 20-х чисел июня. Тем не менее, ничего в этом неожиданного не было. Второе. Пургинян обвинил Стрелкова в сговоре, в сговоре с украинскими войсками, скажем так. Ну, он говорил речь, он говорил это, грубыми словами, он говорил это в сговоре с хунтой. Что по поводу этого можно было бы сказать? Я не знаю. У меня нет никаких доказательств ни той, ни другой версии. Пургинян говорит, что у него есть доказательства, что он знает, что там Стрелков встречался на горе Карачун, что ему поступил телефонный звонок, и он начал выводить свои войска. Ну, вот такие вот грубые, небездоказуемые факты Пургинян приводит. Ну, что можно сказать? А вообще-то, если даже Стрелков и договаривался с кем-то из украинских военных руководителей, а что в этом, в принципе, такого? Там что, воюют какие-то динозавры, марсиане или что-то? Кто скажет о том, что там все нелюди воюют? И по каким причинам попали в украинские войска те или иные офицеры, солдаты? Почему там нет таких людей, которые не хотят пролития крови, и которые могли пойти на определенные договоренности со Стрелковым? У Стрелкова же есть наверняка и разведка, и агентура. Это же элементарно. Нет, я не знаю, происходило это или нет, но я просто говорю. И тогда вот эти вот заявления Кургиняна просто чистым образом подставляют тех людей, которые не хотели пролития крови и решили договориться с войсками Стрелковой для того, чтобы разойтись мирно. И теперь против них будет проводиться расследование, понимаете? Кургинян подставляет этих людей, которые не... Ты их даже хунтой не назовешь. Это люди, которые выполняют определенные роли какой-то долг перед теми, кто их призвал в армию. Ну, с одной стороны, это где-то понятно. И сами Стрелковцы, они же никогда не пленных, не мучают, не убивают. Они всегда отпускали, они всегда расследуют и относятся к ним, как к людям. И вполне возможно, что есть какие-то... Были какие-то связи. Вполне возможно. Почему бы и нет. Я к чему хочу сказать. Кургинян своими неосторожными действиями поднес такую определенную, извините меня за выражение, свинью. Нормальным людям, которые оказались в условиях тех кровавых событий, которые мы сегодня обсуждаем. Третий, значит, Кургинян еще в своих заявлениях говорит о неразумности оставления Стрелковым Славянска. Что типа не то, что они там еще поклялись умереть. Но они, во-первых, не клялись. Они просто говорили, мы умрем. Но это как чисто агитационно, это понятно в условиях войны. Люди всегда должны в таких случаях как-то говорить о патриотизме, говорить о мужестве, о долге, о чести. Это понятно. Но я говорю, что Стрелков же говорил предварительно, что они уйдут. Не скрывал это. Но другой-то вопрос еще о том, что Кургинян еще заявляет, что у Стрелкова сегодня огромное количество вооружений, адекватных тем, что поставили против него украинские войска. Он прямо так и говорит, что Стрелков получил огромные такие адекватные силы, вооружения, которые могут противостоять градам авиации, ракетному комплексу ОСА и так далее. Я не знаю, опять же. О чем, кстати, я и говорил в предыдущей передаче. Если ты помнишь. Сергей со стороны. Мне никто не верил. Я не помню. Но теперь Кургинян об этом сказал. Теперь Кургинян об этом сказал. И, кстати, это подтвердили. Да. Что поступило такое количество вооружений. Я не буду давать оценку этим заявлениям, хотя недавно, слушая военных аналитиков высокого полета, типа, допустим, вот выступал Семен Багдасаров, очень мощный такой военный аналитик, который говорил совершенно о неадекватности этих заявлений Кургиняна, что тем вооружениям, которые сейчас в тяжелом вооружении стоят со стороны украинских войск, те вооружения, которые все-таки смогли подтянуть добровольческим войскам, ну, они совершенно несопоставимы. То есть, заявления Кургиняна здесь абсолютно как бы идут в разрез тому, что говорят военные аналитики. Ну, ссылаюсь конкретно на Семена Багдасарова, он наступал в Вести ФМ. Значит, ну, пожалуй, вот такие вот заявления, эти заявления были сделаны Кургиняном в сторону Стрелкова, повторяю, очень грубо, резко, очень некрасиво. Некорректно. Некорректно. И практически Сергей Ервандович против себя возбудил определенную такую волну негодования со стороны патриотических сил. Да, со всех сторон. Со всех сторон. Ну, что мы сейчас обсудим? Вот мне интересно мнение человека, который выступит от лица украинцев. Сергей. Ну, я прежде всего, прежде всего, я еще предупреждал тогда и говорил про те вооружения, про это. Я помню. Тут же Кургинян, все мои слова, которые я тогда говорил про это вооружение, про наемников и деньги, он все это подтвердил. Вы, Кургинян, в этом говорите, что там обалденные вооружения, которые поставила Россия, а военные аналитики типа Семена Багдасарова говорят, что они не сопоставимы ни в какой мере. Ну, что мы и видим. Что мы и видим. Есть у Стрелкова там один комплекс града, по-моему, один танк, один самолет, который они захватили. Они сказали три танка. Три танка? Три танка, они сказали. Которые сняли там с памятника. И БМП. Нет, 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 не стояли. Они сказали именно три танка, которые поставили им Россия. Которые очень огромное количество вооружений. Ну, все-таки, да, ну ладно, пускай тяжелое вооружение поставили, но все-таки три танка. Три танка. Там БМП еще, по-моему, еще, по-моему, три или четыре. Да они захватили очень много техники. Нет, БМП. Они вывели из Славянска, по-моему, около 200 единиц техники. Ну, там, да, там достаточно, конечно. Ну, все-таки Россия ее посылает. Теперь мы знаем. Откуда мы знаем? Со слов Кургиняна? Ну, да. А потому что Кургинян у нас, понимаете, вот в сопровождении Кавказцев так его охраняют. Там такая... В Донецкой Народной Республике... Об этом обязательно поговорим. Да. Там так его охраняют, как будто это вообще прям что-то такое. Они скрывают эти Кавказцы, которые его охраняют. Они говорят на камеру, что они воевали, что они воевали в Абхазии и прочее. То есть это люди, проверенные в боях. То есть это наемники. И он привез не просто с собой вот это вот, как бы, с доброй намерения. Охрану. Да. Он привез с собой довольно-таки внушительную охрану. Он привез с собой охрану Кургиняна. Да. Еще какую? Ну, хорошо. Ну, дальше. Своим славянам он не доверяет. Правильно. Он понимал, что его после этих заявлений могут порвать. Да ну, кто? Канон, канон уже, чтобы его урвать. Знаете, такие... Ну, подстраховался. Как-то не вламенный жоп. Почему? Потому что никому не нужен. Человек подстраховался, потому что понимал, что будет определенное негодование. И решил опереться, значит, на Кавказ. Я этого не слышал. Ну, да. У вас есть такие сведения. Ну, есть. Да, есть. Они просто там видно. Просто если повнимательнее это посмотреть. И вот они, когда начинает эта охрана его в дискуссию в эту влази, это вот мы, говорит, воевали. И мы, говорит, там же стояли, мол. Ну, извините, ребята, вы стояли-то на своей земле. Я не буду комментировать. Ну, да. Не, просто я, как говорится, как говорит наш знаменитый сатирик Задорнов, говорит, я неправильный человек. Я вижу то, что не видят все. Хотя тоже самое все показывает. Когда вы с вами здесь собрались, мне интересно ваше мнение. А мое мнение, я вот, честно сказать, доволен. Вот это то, что вот Кургинян, вот эта вот вся вот эта злоба, которая его вышла, она, в принципе, обоснована. Обоснована она тем, что войны до последнего украинца не будет. Что украинцы все-таки начинают договариваться между собой. Что мы не звери, как нас всегда рисуют. Мы действительно хотим мира. Потому что там страдает, я говорю, как всегда, страдает мирное население. А зачем? Заради чего? Да не стоит идти. Великие идеи, там, Донецкой Народной Республики и прочее, чтобы там страдали какие-то мирные населения. Вы считаете, что вот эта версия о том, что Стрелков заговорился с какими-то командирами там, это вполне справедливая версия? Это вполне справедливая версия. Я тоже считаю, что она как бы имеет место, может быть. Это вполне справедливая. Да не может быть, а я уверен в этом. Это говорит только о том, что агентура, разведка и стрелков не хочет крови большой. И они это показывают, свои действия. И если сейчас находятся среди украинских частей такие командиры, которые тоже не хотят крови, то это только надо этому радоваться и ни в коем случае этих людей не подставлять, а приветствовать. Но тут появляется Кургинян и появляются его, вот эти кавказцы. Откуда кавказцы идут? Откуда они, кем они оплачены? Я не видел. Нет, вот эта охрана, нет, ну вот она. Кем она оплачена, эта охрана? Откуда она появилась? И плюс мы знаем Кургиняна, что Кургинян у нас великолепный теоретик. Его можно слушать часами. Он у нас и театрал, то есть он там театральный режиссер. Не театрал, театральный режиссер. И у него язык так подвешен все. Ну как у Козьмы Прудкова, взрыв корень. То есть, прежде всего, как говорится в Библии, цените, как говорится, по плодам его. Где Кургинян не появляется, там раздрая, там разруха. У него, его движение, вот это вот, большое движение. Я сам два года в нем был. Суть времени. Да, суть времени. Казалось бы, там... Прошу прощения. Да. Столько народу были, тысячи народу были. И люди отходят от него. Потому что он строит что-то наподобие секты. Есть в этой секте одно мнение. Есть неправильное мнение и мнение Кургиняна. И все вот так вот. Они даже боятся подходить Кургинян к какими-то свежими идеями. Да, я поясняю. Я еще об этом вот... Даже вот общество, которое вот они организовали, вот это вот, как его, родительское сопротивление. Я еще о нем говорил, еще за год до этого. Я говорю, надо организовывать какое-то общество. Надо его регистрировать. Нельзя сидеть на птичьих правах. И они мне через голову, слушай, Сергей, ты нам говорил. И вот сейчас мы наконец-то... Потому что Кургинян это сказал. То говорил я, а то сказал Кургинян все-таки. Я поясняю. У нас такая тема свободная. Мы не то, что зациклены будем на событиях на Украине. Мы поговорим, конечно, о... Действительно, о самой... А как мне сделать, раз он, как говорится, все это в путь кучу поднял. О его, да, о его действиях, о том, как он стал известным на политическом фронте. И что он из себя представляет. Ну, попробуем, да, разобраться, что за человек, возможно. Мы не будем давать там своих... Ну, просто со стороны, как бы, взгляд. Ну, да. И плюс те события на Украине, может быть, конечно, они пройдут у нас в нашей беседе. Наспределенно. Тем более, пока мои, вот, то, что я говорю, все воплощается. И даже Кургинян нужно... Тут, наверное, наши с вами, с точки зрения, пока идут вполне близки. Я не вижу никаких дискуссионных каких-то точек. Действительно, я тоже за Кургиняном слежу вот очень давно. Не то, что вот, когда он появился вот в этой передаче «Суд времени», там, и так далее. Еще и раньше, когда он печатался, периодически печатался в газете «Завтра у Проханова». И мне интересны были его статьи, очень такие аналитические, серьезные, тематические. Причем они всегда выходили на полосах газеты «Завтра» в несколько статей. Это было периодически из номера в номер. Часть от первая, вторая, третья, так до десяти частей. Это он любит. Это он любит. Там тему разводил он, читать это было, может быть, где-то сложно, может быть, серьезно. Но в то же время интересно, потому что логически этот человек мыслит очень грамотно. Почитать очень интересно, даже с этой точки зрения. Вот. Я к чему хотел бы вот это вот введу. Вот такой интересный человек. Он периодически получал вот возможность у Проханова печатать свои мысли, свои статьи. И мое наблюдение, я наблюдал за всеми его передачами, за всеми его выступлениями параллельно. И вот когда образовался изборский клуб в 2012 году, интересно было, что Кургинян туда не пошел. Я наводил справки, ну, сказали, да, он не пошел туда. Почему, почему? Ну, потому что некоторые облегченно вздохнули, скажем так. Потому что там работать надо, нет, не болтать. Мне сказали так, где появляется Кургинян, там идет раздрай. Там дохлый отдел. Там идет раздрай. Вот. Ну, это эмоционально. А с другой стороны, мне очень не понравилось, когда во время образования изборского клуба Кургинян, вот этот, имевший возможность всегда печататься у Проханова, там и так далее, вдруг в своих передачах сделал грубые, резкие выпады против изборского клуба. Это, они были непрямые, они непонятны для тех, кто не в теме. Ну, я-то понимал, что он говорит против изборского клуба. Понимаете? И он так презрительно так как-то бросил, что типа собрались тут, помимо меня, там кое-кто. Но не так было сказано, но это было видно. Такой плевок сквозь зубы, типа нашлись тут метафизики. Ну, понятно, это вот такой характер, он называет тут Стрелкова Наполеоном, хотя сам наполеонизм в своих действиях проявляет очень конкретный. Чистейший Бонапарт. Чистейший Бонапарт, да. С комплексом, вернее, Бонапарта. Вот ребята, которые собрались под его крылом, суть времени, в общем-то, это неплохие люди. И великолепные люди. Там есть действительно патриоты, вот есть горячие ребята, которые готовы нести в себя такую искру созидания, искру пробивания вперед. Ну, вот они попали вот в эту, ну, Сергей сказал, произнес слово секта, ну, наверное, снял, снял у меня с языка. Они попали... Все говорят. Да. Ну, я тоже это сказал уже давно. Уже давно. Значит, они попали под такое вот руководство, где действительно мнение есть только одно, их главы, их гуру, которое они вынуждены выполнять и считают это вот таким организационным моментом. Жалко действительно ребят. И я думаю, вот после этого выступления Кургиняна разумные головы начнут задумываться там, все-таки вглядываться и начинать понимать, с кем и куда они пошли. Мое мнение вот такое. Сергей, можно я? Да, Сергей, Сергей, конечно. Нет, я не говорю. Сергей Иванович Кургинян. А, Ирвандович. Ирвандович Кургинян в свое время получил карт-бланш на возглавление политологии по левой идее. То есть ему дали возможность выступать на телевидении и защищать советские смыслы. Это мы все видели. Он делал это очень блестяще. Из большого разрешения. И вот сейчас, вот после того, что произошло в Донецке, получается, как он от этого не отмахивался, я сам, я сам, получается, что человек действительно кем-то назначается, получает задание. О чем я намекаю? Да, что намекать-то? Ну да, это и так видно, по-моему. Ну, с нас никто тут это самое, мы никому ничем не обязаны. Вот ты верно. Мы высказываем свое мнение. Я считаю, вот сегодня как раз Кургинян показывает то, что его в эту вот струю поставили. Как поставили пойти и выступить в Донецк против Стрелкова. Мы еще поговорим. Да, да еще приехать с вооружением, с таким вооружением, как его через границу пропустили с этими ребятенками-то. Я не видел, не слышал. Да, нет, нет, ну я просто видел этих ребят, я анализирую. Я просто смотрел не там, как это, не на Кургиняна, а вокруг, что творится Кургиняна. Там замазанные лица, правда, иногда были. И, наверное, не просто так замазаны. Продолжим. Сергей Ирвандович получил такой карблаж на руководство вот этой леворадикальной идеи. Скажем, леворадикальной. Он постоянно в своих передачах говорит «до встречи в СССР», «до встречи в СССР». И у людей возникает ощущение, что этот человек действительно такой защитник советских смыслов. И он действительно ведет их к возврату в СССР. Но при том, что творится сегодня в стране, такие вот советские патриотические мысли, они возникают, скажем так, у большой части населения. У большей. Очень большой. И, наверное, даже у большей части населения, которым надоели вот эти вот все эти олигархические, демократические выверты, которые... И Кургиняна мне наработает в этом тренде. И его поставили. И, как говорится, если хочешь дело развалить, возглавь его. Правильно. Вот. Я даже и хотел сказать. Вот это как раз та струя, в которую Сергей Ирвандович попал. Ирвандович. Ирвандович попал. Он отмахивается, говорит, у меня никто, я сам там, там, все это... Но мне друзья дают деньги на завод, мне друзья дают деньги на это, мне друзья дают деньги на это. И у меня еще одна мысль. И в колонном зале, извини, он, наверное, не очень дешевый, наверное, в аренду, если... Ну, в колонном зале, когда Путин вышел к нему и поздравил его, это был такой ход, это был тоже такой бренд в сути времени, что вышел президент, сказал спасибо Кургиняну за то, что он возглавил вот это движение против ювенальной юстиции. Кстати, ну, нормальное было движение, в общем-то, пусть там тоже какие-то были... Идея хорошая. Идея хорошая. Все понятно, просто больше знаю про эту юстицию, да. Вышел президент, колонный зал, ну, ради бога. У меня еще какая мысль была. Такая же у меня была мысль. Сергей, давай, вот сейчас поговори, я вспомню свою мысль. Просто я вот, вот, я хотел сказать это, но бог с ним, все равно скажу. Я недавно вспомнил фильм «Семнадцать годовений весны». Его в Комитете государственной безопасности даже заставляли смотреть в обязательном порядке, как учебное пособие. Ну да. Так вот... Было чему поучиться. Да, было абсолютно кому поучиться. Так вот, у меня вспоминается один персонаж в этом фильме. Это провокатор Клаус. Помню. Который... Которому разрешалось говорить про все. Даже ругать Гитлера. И вообще, то есть, всех бонс ругать. Лишь бы только это была продуктивная работа. И он был очень талантливый человек. Он всегда поражал. Он говорил, говорит, я, говорит, их всегда, говорит, поражаю своим напомним. Опором, говорит. А вы, говорит, когда Штирлиц спросил, говорит, а вы вообще, говорит, когда-нибудь, ну, ты, говорит, когда-нибудь интересовался судьбой тех людей, которых вот ты выводишь на это? Ну, это не, потом меня они не волновали. Меня интересовала только схватка. Это, которого сыграл Дуров. Да, Дуров. Замечательно сыграл. Который, в конце концов, из чувствов презрения, наш взвечер просто пристрелил. Да, потому что действительно... Да, потому что действительно... И вот я, когда вспомнил вот этот великолепный персонаж, которому разрешало все, абсолютно все, лишь бы только работа была продуктивная, которому давали деньги. И вот я вспомнил, думаю, как-то очень, вот, мне очень, как бы, сопоставимы вот эти вот фигуры, понимаешь. Да, и вот, и все удивляются. Как так? Кургинян говорит такие вещи, такие вещи. Ему все с рук сходит. Правильно, потому что лишь бы была продуктивная работа. И я скажу честно, вот, на камеру, что у Кургиняна есть этот Клаус, просто-напросто. Потому что он дурачит людей, он водит людей. Вот, я говорю, люди после его, вот, уходят, вот, нормальные люди, они чуть ли вот не душой искалеченные выходят из этой сути времени. Ну, как секта. Да, потому что они не могут, но могут понять, куда он их ведет. Он их куда-то ведет, а ведет непонятно куда. До встречи в СССР. Да, вот, да, вот как заклинание. И все. Главная работа, да, видишь, что действительно бренд, действительно срабатывает. Почему советские гимны вернули? Правильно? То есть, возвращает все советское. Почему? Да потому что оно срабатывало, потому что люди помнят это, с теплотой все это. И потому все. И тут, конечно, возникает еще и Кургинян, который работает именно в этом тренде. Работает неплохо. Вспомнил свою мысль. Во! Вспомнил. Походу. Значит, вот смотри, мне чисто психологически кажется, что я думаю Сергею Ирвановичу вот это все его движение суть времени надоело. Абсолютно. Он просто, не зная, как от него избавиться, сделать красивый ход, сделал вот такой ход в Донецке. И сейчас Кургинян получит такой удар по всем патриотическим каналам, статьям. Он уже его получает. То есть, он сделал грубый плевок Стрелкова. И, соответственно, все те, кто уважает Стрелкова, доверяет, они, соответственно, против Кургиняна встали. И говорят, ну парень тут-то взорвался. Ну и главное, гениальность в чем? И суть временцы сейчас, ребята, остаются вне поля всей патриотической деятельности, которая происходит в стране. Так к ним относились нормально? Абсолютно все. Абсолютно все. Абсолютно все. Он их поругал. Да, он, говорю, люди, я помню еще тогда был такой, у них, ну я в судье времени же тоже был. Я говорю, я был, действительно, прекрасные люди. Ну, и когда начали ссориться даже с этими, с рериховцами, уже и рериховцев обвинили уже. Там всех, я, если оппозиция, если вот Ленин, он был толковый человек, он объединялся со всеми, да? Он объединил кого-то. И с эрами он объединился со всеми. Лишь бы только прийти к власти, правильно? Вот и все. Даже анархисты служили у нас и в ЧК, и в прочее, правильно? До октября было объединение, да, совершили вот это вот. Не, ну, после... Убрали временное правительство, и еще определенное время некоторые эсеры случили в ЧК, служили и в ЧК, да, и в некоторых эсерах. Да, эсеры и анархисты. До 18-го года, когда они же спровоцировали начало гражданской войны. Я говорю о том, что если человек хотел прийти к власти, он сделал все. Он объединился со всеми группами, правильно? Ну да. Здесь же он не сел. Со всеми, со всеми. И теперь его ненавидят не то, что в этой, так называемой, Донецкой народной республике, но и Киев его ненавидит, и Донецк его все ненавидят. А если еще посмотреть повнимательнее на этих Кавказов, то не знаю. Да, его же и в России не будут ненавидеть все. Вот у меня еще такое к товарищу Кургиняну. Прямо так вопрос. Он в своих вот этих вот выступлениях против Стрелкова сказал еще интересную такую вещь. Оно прямо просто в глаза в него въелось, и в уши, и в мозг сразу. Говорит, что это за такой Наполеон главнокомандующий? Я не буду их дословно, не отвечая за дословность, но мысль такая. Когда должны руководить советы полевых командиров? Нормально. Ты слышал такое? Да, да. На нем такой был, да. Ты слышал? Я не буду сейчас опять же комментировать вот это вот. Нет, я прокомментирую, но с другой стороны. Я вспомню товарища Кургиняна, когда он в суде времени со Сванидзе схватывался и вспоминал 17-й год. Приказ номер один, который выпустило Временное правительство с тем, чтобы убрать из российской армии единоначалие, убрать офицеров и назначить советы полковых командиров. Что после этого произошло? И Кургиняна звонит, развал армии, звонит, да вы не помните, чем это все закончилось, развалом России, развалом армии. И тут он нам выдает, а что же это такой Стрелков ведет к единоначалью, когда необходимы советы полковых командиров? А потому что это гениальный человек, ему надо было так, 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 радовало, он одно говорит, сейчас его другое. Он что думает, его никто не слушает и не слышит? Он что думает, что люди историю не знают, как он? Он думает, что он вот такой гениальный историк, который может сегодня применять одну мысль сегодня в своих целях так, а потом эту же мысль в других целях так. Да, он может это, он может это, он сколько раз это показывал. И он думает, что его никто за это вот не поймает. Нет. Ну, пускай он так думает дальше. Мне просто интересно мнение, это же просто смешно, любой человек, маломальский, мыслящий в военном деле, просто... Глаза на лоб могут вылезти от таких заявлений. Да, конечно. Какие советы полковых, полевых командиров, товарищ Кургинян, вы что, с дуба рухнули? Ну, он же военный тоже, он тоже говорил, говорит, я, говорит, военный, я, говорит, военному человеку, говорит, советы. Проходила это уже матушка Россия, проходила в марте 17-го года по приказу номер один Временного правительства, Бучкова, Милюкова, Керенского, которые этот приказ, этим приказом уничтожили единоначалии нашей армии. И развалили ее. И после этого началось в России такое, что говорить о том, что Россия останется суверенной страной, было очень трудно. И вы это своим языком объясняли господину Сванидзе, я это прекрасно помню. Объясняли очень грамотно, с вами люди были согласны. А сейчас я не могу согласиться с вами. Какой совет полковых командиров, полевых? Нет, товарищ Кургинян, Игорь Иванович Стрелков, единоначальный командующий донецкими войсками, и пусть он со своей справедливой и честной точки зрения, офицера русского, нежелающего большой крови, приводящего к примирению всех сторон, пусть он разруливает. Люди нашей страны ему доверяют больше, чем вам, я скажу, в разы. В огромные. Вот такие вот коллизии. Ну а что, коллизии? Нормальный человек зарабатывает деньги просто-напросто и все. Ему плевать на людей, ему все равно, что украинцы убивают украинцев. Ему все плевать. Ему плевать, что он людей калечит, собирает какой-то завод, где-то закупил, туда загнал, они там у него строем ходят, и он тут говорит, они у меня там по 16 часов в день, то есть они зубрят его вот эту бриятину, работают. То есть там вообще... Чет времени, да? Да, о чем он всегда говорил, говорит, если вам нужна... Это как ее похлебка, да, как ее... Чечевичная похлебка. А фактически людей туда и загнал за этой чечевичей похлебкой. Да, согласен, правильно. Что, не так? Так. Все, там я видел эти снимки, это какой-то лагерь какой-то. Они там ходят строем, ходят строем в этот самый, в зал их, не там, где лекции. Ходят строем на еду. Не дай бог, да. А что, между прочим, он таких и поддерживает, там порой такие полусамасшедшие, талантливые, самошедшие. Это обыкновенная технология секты, да. Когда высший гуру назначает своих смотрящих. Да, да, да. Но тем не менее, он говорит, что это у него не секта. Ну это понятно. Клуб, вот. Ну это понятно, что... Ну кто будет говорить? Ну конечно. Да это может быть и не секта. Мы предполагаем, мы говорим, что это похоже на секту, скажем так. Но я все-таки, из этого единственное, что я рад, что действительно, когда вот Кургиняну вот это прорвало, я говорю, вот это все, когда вылезло наружу, я говорю, наконец-то люди начинают, слава богу, договариваться. И это кому-то очень не надо. Очень не надо. Потому что действительно можно решить все миром. И дай бог, чтобы они так там решили. И дай бог, а то распускают эти самые все там прорасстрелы, там про это. Никто этого не видел, никто этого не знает. Но об этом говорят. Ну, пусть, Сергей, это ваше такое мнение. Конечно, конечно. Нет, ну это... А я вот лично, я очень рад, что в данном случае вот даже тот же самый президент Порошенко наконец-то заговорил об амнистии. И это, кстати, тоже определенный... Было, да? Да, да, он вот говорил об амнистии. То есть вот после вот этих вот сдач вот этих городов, он начал говорить об амнистии, потому что он сказал, что я чувствую, что действительно договориться надо. Оружие, он все не решит. Дай бог. Потому что страдает мирное население, и это ничего из этого хорошего... Ну, нельзя, ну, мы же тогда, помнишь, как переживали, когда и в это самое попадали, и все... Мы когда собирались, были как раз первые попадания по подъездам, а потом началось такое, что уже тут переживая, не переживая, понятно уже, что мясорубка пошла конкретно. Да. Ладно. Хорошо. Я не слышал, что сказал об амнистии Порошенко. Я слышал просто, что произошло после того, как он назначил первый срок примирения, после этого пошло еще хлеще. Ну, ладно, оставим это в стороне. Я тоже еще... Ну, видимо, Совет Полевых Командиров не так сработал. Не одобрил. Не одобрил. Не одобрил Совет Полевых Командиров перемирия и пошел вперед. Ну, а так, наверное, и есть, потому что там воюет непонятно кто. Там воюет ведь не только украинская армия, там воюют наемники и Коломойского, и Ахметова, и... И в том числе вот даже вот раздают вот это оружие, там же вот так называемая Донецкая Народная Республика. Они раздают, они что можно подумать, собирают у них какие-то эти... То есть... Ну, это тоже... О них данные, что ли? Нет, есть. Но Стрелков об этом говорит, что это очень большая проблема. Проблема. Что не каждому человеку выдаем оружие, стараемся их проверять. О, Стрелков об этом говорил. Очень давно. Но, тем не менее, все равно эта проблема есть, она существует. Наверное, в любой войны. Ну, наверное, потому что там и мародерж. Гражданская война. Это настоящая гражданская война. Что уголовники подходят и говорят, да, мы сюда Народный Патриот. Они берут оружие, автоматы. Об этом Стрелков говорил, что у них проходят люди проверки. Конечно. Ну, это очень, к сожалению, всех не проверят. Это очень серьезная работа. К сожалению, всех не проверят. Совершенно верно. И тем не менее, они уже настолько на этом деле обожглись, что они понимают, что проще договориться. Я говорю, война до последнего украинца, я бы как понял, отменяется. И потому, кто-то послал этого несчастного Кургиняна, нашего Клауса. Чтобы он раздраконил дальше. Да, нашего Клауса российского. Пославил туда, чтобы он еще больше там рожил. Но получилось совершенно обратно. Обратно, да. Кургинян вызвал извращение. Кургинян вытяжен даже со всех сторон. И все поняли, что скажут, о, родной, если этот Наполеон будет нами править, еще и нами править. Кстати, где он не был, смотри, советником, тоже говорил. И там он был советником. И там он был советником. И в Днестровской народной республике. Был советником. И везде все разваливается. Везде. Был советником. Он так красиво говорил. У Смирнова, после чего Смирнов не выдержал конкуренции, его сместили. Да, да. Вот что интересно. Ну, товарищи, ну. Да. Не потому ли, что там был советником Кургиняна? Вот именно, да. И весь диалог был. Второй, он говорит, вот должен этот править, союз, этот совет полевых командиров, как у нас в Приднестровье. Ну, я не знаю, может быть, какой-то совет командиров и был в Приднестровье. Но тогда за их спиной стояла 14-я армия лебедя. Конечно. Там просто лебедя, я же не знаю. Которые, когда надо, ну, ребята, я сказал, отойдите, пожалуйста, в сторонку. Совет полевых командиров долбанул по этим конкретными градами, там, или чем он долбанул, по Румынам, Молдосам. И всех успокоил. То есть, в данных мерах... Да, такой совет полевых командиров может и иметь смысл, когда у них за спиной стоит нечто такое более высшее. Нет, и то все равно не имеет. Не имеет. Да и то не имеет. Потому что это, получается, разрозненные бандитские группировки уже получаются. Это уже бандитизм. Как это так? Это вот, давайте мы в Ленинском районе, или где-нибудь у нас организуем, вот мужику дадим автомат, сделаем это, и он нам будет всем управить. Да что? Ну, проходила наша страна уже во времена Махновщины, когда была третья сила. Сам Кургинян говорит, третья сила, нужна третья сила. Вот она, третья сила, да, Махновщина. Да, да, да. Вот это нужно говорить, товарищ Кургинян. Нет, это совет полевых командиров. Это не Махновщина. Да, с министром иностранных дел этим, как его... Махнов-то был, кто он там? Лёва Задов. А, да, Лёва Задов, что ли? Лёва Задов со мной шутить не надо. Вот это совет полевых командиров со своими министрами оборотов, да? Да, да, конечно. Вот что-то вроде этого. Я говорю, вообще, первый просто, молодец, Кургиняна, вот здесь вот я бы его маковку поцеловал за такое выступление, наконец-то, я надеюсь, что ребята хоть посмотрят из сути времени и поймут, куда они идут. Там уже, конечно, от сути времени вообще ничего не осталось, даже когда я там был, там еще было нормально народу, мне перестали уже просто звонить, ну, потому что я уже начал выступать. Ну, я говорю, как говорится, стараясь говорить правду, не то, что всем это хочется, и желательно не пересказывать наш телевизор, потому что у нас телевизор, а, да, 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 он сострелился, да, и несколько раз себе в грудь, там, с пистолета, в сердце, понимаешь, и он все продолжал себе в сердце стрелять. Добивать, который выстрелил. То есть у нас средства массовой информации очень довольно-таки интересные. Ну, несмотря ни на что, я так на положительной ноте, думаю, мы нашли одну общую такую ноту, что благодаря действиям товарища Кургиняна, определенная часть людей, которые смотрели, может быть, друг на друга иногда с противоложной стороны, и, может, будут продолжать еще определенное время смотреть. Но Кургинян нам показал, что есть определенные смыслы, где люди могут пойти себе навстречу. Конечно, правильно. И что это кому-то... Это третья сила, появившаяся, показала некоторым сторонам, что полезно находить между собой общий язык. Да, да, действительно. И я вот просто еще раз говорю, если Стрелков действительно договаривался с какими-то командирами украинской армии... Так просто 90% личного состава из окружения не выходит. Там были потери, там были удары по хвостовым частям. Но там говорят просто некоторые самые горячие головы, то есть полевые командиры просто-напросто не стали подчиняться общему плану, потому и были жертвы. Может быть, я... Не, но они говорят там, я не обладаю информацией. Да, то есть начальник штаба, он же там же сказал, он говорит, просто, говорит, они не послушались и решили, говорит, пройти не тем коридором, а другим коридором пробить. Ну и нарвались. Если Игорю Стрелкову удалось найти общий язык с адекватными людьми из украинской армии, это можно только приветствовать. И подставлять этих людей категорически считаю лично это предательство, провокация, за которую, извините меня, товарищ Кургинян, до встречи в СССР. Во времена СССР сталинского, определенно так посматривали, ну да, так, что никому больше этого не хотелось сделать. Ну, чем не менее, Клаус 21 века у нас существует, ему можно все, ему можно всех ругать, лишь бы работа была эффективная, лишь бы возглавить вот это вот движение, ввести людей в никуда. Согласен. Думаю, мы поговорили о том, о чем хотели. Спасибо. Конечно. Спасибо.